Рада приветствовать вас на своем канале. Сегодня я подготовила для вас довольно-таки большое количество продуктов декоративной косметики Faberlic. Здесь очень много продуктов для глаз, новинки, и я вам расскажу свои впечатления. Цветовая гамма тех продуктов, которые я вам буду показывать, как никогда актуальна в осеннее время года. И что же, давайте не будем тратить время, начнем. Первое, о чем я хочу вам рассказать, это новинка, которая появилась у Faberlic. Это консилер из серии Secret Story. Консилер идет три в одном, и сейчас я вам расскажу о нем подробнее. Очень похожее средство уже Faberlic выпускала в красной линейке. Он нашел в красном формате, я им активно пользуюсь, он у меня уже наполовину подошел к концу. И мне есть с чем сравнивать. Изначально я подумала, что Faberlic всего лишь поменял флакон, схитрила, сделала очередную новинку для того, чтобы привлечь внимание. Но не тут-то было. Они поменяли формулировку. И, во-первых, консилер идет уже в двух оттенках. Вот так смотрится сам флакон. Ну, очень красивое оформление, просто потрясающе красиво. И вся новая линейка Secret Story в необычайном красивом оформлении слышала. Я уже положительные отзывы и на пудру, и на тушь. Все очень хвалят. И в ближайшем заказе я также закажу себе новые продукты из данной линейки. Итак, то, что касаемо консилера. Вверху идет ролик, массажный ролик, при помощи которого мы можем легко распределять средства. Я же предпочитаю этим роликом делать массаж, когда я наношу крем для век. Вот он после нанесения крема прекрасно, легко массажирует кожу. Как раз то, что нужно. Касаемо самих продуктов, которые здесь идут. Первое, это вот такой корректор. Он плотный. И если в первом варианте, который до этого был выпустен, такой корректор 3 в 1, само средство было более жирным, более плотным, и в жаркую погоду оно на моей жирной коже подтекало, то это средство идет более плотное. Оно еще лучше маскирует все недостатки, которые есть. И при этом более сухая консистенция. Оно не плывет. Оно держится целый день. И это меня радует. То есть они улучшили формулировку. Как раз то, чего не хватало для моего типа кожи, они сделали. Учли пожелания, возможно. И я очень рада, потому что это как раз то, что мне нужно. Следующее средство, третье, это корректор. Он тоже усовершенствован. Здесь вот такой аппликатор идет. И он также стал более плотным. И не таким жирным. Он также еще лучше держится. Он не плывет. Он не собирается в складочки. И для меня это оптимальный вариант. Это средство мне очень нравится. Им очень довольны. И как раз для меня идеальный тон. Я могу всего лишь нанести корректор на какие-то воспаления. На недостатки припудрить лицо. И не использовать тональный крем вообще. Для меня это как раз то, что нужно. Огромный плюс, пятерка из пяти. Следующее средство, которое я заказываю повторно. Это вот такая тушь. Одной флакон я уже использовала. Заказала себе второй, потому что мне очень нравится щеточка. Которая здесь идет. Это силиконовая щеточка. Которая прекрасно разделяет и удлиняет резнички. Создает объем. Сегодня я ее использовала. Использовала я ее весь август, весь сентябрь. Это был мой фаворит однозначно. И заказала себе повторно. Мне она очень нравится. И от многих слышала, что эта тушь по щеточке аналогична одной из тушей от Chanel. Там идет такая же щеточка. И также прекрасно работает она с ресничками. Кому нравится такого формата туши. И следующее, что я заказала, от чего я не могла устоять и не могла не заказать данные продукты. Это тени для век, которые шли в вот таких стиках. Мне кажется, это прекрасный вариант для быстрого создания макияжа. И для дорожных вариантов, когда не нужно вести с собой какие-то кисти, кучу разных палеток. Очень удобный вариант при нанесении. У меня как раз оттенки такие осенние. Здесь у меня идет оттенок бежево-золотистый, темно-синий, почти черный и фиолетовый оттенок. Мне есть с чем сравнить, потому что относительно недавно вышли еще тени кремовые. Вот в таком формате. Я также заказала себе бежевый и фиолетовый. Они отличаются. Во-первых, у них отличается текстура и отличается сама формулировка. Каждый из данной продукции. И одни, и вторые позиционируются как стойки. Но мне к этим продуктам довольно тяжело было привыкать. Мне нужно было приноровиться для того, чтобы получилось на глазах то, что мне хотелось. И для того, чтобы они были стойкими. Начнем из того, что мне удалось попробовать первыми. Это вот такие тени, которые идут в стиках. Плюс легко наносятся. Занимают минимум времени для нанесения макияжа. Они прекрасно будут смотреться как моно. Только они одни на веки. И можно при помощи этих теней создать легкие эффекты градиента, дымки. Все, что вам хочется. Никаких проблем при нанесении не возникает. Это огромный плюс. Также очень удобный их формат, который прекрасно будут использовать в поездках каких-то. Возможно, если нужно будет трансформировать макияж, подкрасятся где-то после работы. Также это огромный плюс. То, что касается минусов, мне довольно-таки тяжело было приноровиться к тому, чтобы они не исчезали в течение жаркого дня с моих век. И чтобы они держались на моих жирных веках. Единственное, что их спасает, это база от Urban Decay, которая прекрасно держит их. Но, опять же, если я перебарщиваю с нанесением данных теней и слой слишком плотный, они могут забиваться в складочку. Если же мне удается нанести то количество теней, той плотности, которой нужно, они держатся целый день, никуда не убегают. И цвет остается таким же ярким, но при уснове и нанесении их на базу. Сами оттенки подобраны очень хорошо. Они между собой хорошо зачитаются. Их можно сочетать в одном макияже. Красиво смотрятся. Мне нравится. Единственное, какие у меня были сложности, это сложности с тем, чтобы подобрать то количество продукта, чтобы он держался на моих веках. Первым я хочу вам показать сводчи на вот такие три карандаша кремовых. Могу сказать, что данные карандаши хорошо распределяются, хорошо тушуются и прекрасно сочетаются между собой. Так, покажу вам первый, мой самый любимый оттенок. Номер 5265. Сводч на него. Вот так смотрится данный сводч. Следующий, это тени 5262. Это такой темно-синий, темно-серый оттенок. Вот таким образом. Он смотрится. Его я чаще всего наношу в уголок глаза. И фиолетовый. Фиолетовый я тоже чаще использую в уголок, либо наношу его как стрелочку. Между собой, как вы заметили, они прекрасно сочетаются. Далее я хочу вам показать вот такие уже кремовые тени с аппликаторами, которые идут. Эти тени более стойкие, но при этом более капризные в распределении. То есть нужно с ними вначале поиграться несколько раз, для того, чтобы понять, как они распределяются, чтобы сделать красивый макияж. При этом они прекрасно сочетаются между собой. Я подумала над тем, чтобы заказать еще зеленый оттенок. Цвета здесь аналогичны. Есть бежевый. Вот такой аппликатор. Вот, то есть, как вы можете заметить, бежевый хорошо распределяется, ничего такого нет. Сложности возникают с фиолетовым иногда. Ну, я уже как-то к ним приловчилась. И вот таким образом распределяется фиолетовый. Мне нравится также их миксовать между собой. Наносить фиолетовый, когда он подсохнет, наносить сверху золотистый, либо наносить золотистый на пальчик. Жду, чтобы подсох, чтобы не испортить данный аппликатор и бежевые тени сами по себе. Так, как вы видите, красиво они переливаются. Покажу вам, как можно комбинировать эти оттенки. Вот так будет выглядеть фиолетовый, если в него добавить золото. Тоже красиво и уже не такой яркий, более мягкий цвет получается. То же самое можно сделать и с этим фиолетовым. И, смотрите, стойки. Сейчас уже, когда они подсохли, довольно тяжело их растушевать получается. И давайте для интереса покажу вам, как растушевывается оттенок. Если нанести его вот, то вот в такую дымку мы можем его растушевать. Мне нравится вот именно таким образом уголок затемнять. И вот так смотрится свочи вблизи. Заметьте, что в этот оттенок уже добавлено золотистого, этот растушеван. И я уже успела повозить ими пальцами. То есть это неполноценные оттенки. Сейчас я добавлю, чтобы вы смогли... Несмотря на то, что это коллекция летняя, мне кажется, эти оттенки будут прекрасно подходить для осени. Особенности вот такой бежевый, прям цвет осени, вот этот золотистый, фиолетовый и синий. На мой взгляд, тоже сейчас для осенней поры подходят как нельзя кстати. И также вместе с вот этой серией теней вышли помады в стиках. Их, по-моему, 5 оттенков. Я заказала себе 2. И немножко ошиблась. Каталоги, они были менее яркими. Здесь это просто неоновые яркие помады. Несмотря на то, что первая кажется такой вот очень красивой кораллово-персиковый. Вторая, конечно, в Эрви глаз розовая. Но эти помады просто супер. Никаких нареканий к ним нет. Во-первых, они легко наносятся. За счет того, что у них удобное нанесение. Они заточены как карандаш. Во-вторых, они очень легкой текстуры. Они не чувствуются на губах. Они просто невесомы. Держатся 3-4 часа. Если вы активно разговариваете, никуда ни в какие складочки не убегают. И они увлажняют губы. Есть такое ощущение увлажненности. Они их не напитывают. Но приятное ощущение есть. Они не пересушивают губы. Под них нет необходимости наносить какой-либо бальзам. И теперь переходим к сводче на помады. У меня два ярких оттенка. Несмотря на то, что данный смотрится более-менее носибельным, то это тоже совсем верви глаз. Первый оттенок, который я вам показываю, номер 4732. Помады плотные. Помады хорошо ложатся. Оттенки насыщенные. При этом они не чувствуются на губах. Они легкие, как фуаль. Для лета это важно. И для тех, кто не любит, чтобы что-то плотное, неприятное находилось, мне кажется, тоже будет важно. И второй оттенок, который я вам покажу, это номер 4730. Такой вот цвет Барби. В каталоге он смотрелся по-другому, поэтому я решила себе его заказать. Ну, цвет, конечно, не для всех, но очень нравится формулировка данных помад. И показываю вам свой чутик помад поближе. Здесь нет блесток, это чистый цвет. Вот такой красивый. Такое было мое мнение о данных продуктах. Если кто-то уже успел ими попользоваться, пишите свои впечатления. Я уже наслышалась разного о данной продукции. Ну что ж, на этом все. Увидимся в следующих видео. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok